Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, секунду, давайте включим Субтитры Потому что народ у нас, как обычно, начнет Материть меня по малейшему поводу Поэтому Так, где оно у нас тут? Субтитры диалогов Общие субтитры Все отлично О, извините Сейчас все братья и сестры по судьбе ворюга А ну, все заткнулись! Хорошо А с ним-то что не то, а? Попридержи язык Перед тобой Ульфрик Буревестник Истинный король Скайрима Ульфрик? Я Рубенхельма? Но ты же вожак Восстания Если тебя схватили О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но Савнгард ждет А че-то дела у нас, судя по всему, плохо, да? Палач? Это меня не очень радует Так, ну у нас, судя по всему, проблемы Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев Интересно, Виллот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом Мне казалось, что нет ничего безопаснее перских крепостей Смешно Мама, кто это такие? Куда они едут? Иди скорее в дом, малыш Почему? Я хочу поглядеть на солдат Что-то, судя по всему, у нас большущие проблемы Большущие проблемы Приехали Пошли Не будем заставлять богов дожидаться Нет, постойте Мы не повстанцы Не смерть с достоинством Вот Скажи им правду Мы не с тобой Это ошибка Когда вызовем, делайте шаг вперед По одному Ох и любят им перцы все делать по списку Ульфрик, буревестник Ярл Виндхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Рэллов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Вот дурак. Кто еще хочет поспорить? Я не хочу спорить. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? И тут у нас, судя по всему, начинается генерация персонажа. Можно выбрать расу. И тут, я думаю, в принципе, чтобы не утомлять вас, я люблю залезать такие вещи и в них очень долго возиться. Поэтому... Поэтому я сейчас выключу записи, когда уже создам полностью персонажа. Я думаю, мы продолжим. Такие, в общем, дела. В общем, знакомьтесь. Наш персонаж, лесной эльф. Я буду играть вором. Так что, я думаю, его навыки нам очень сильно пригодятся. Я сгенерировал вот такую вот внешность. Да, довольно-таки опасный поцик. Потому что собираюсь играть я, в первую очередь, расчетливым, холодным наемником, стоящим в стороне от добра и зла. Ищущим везде личную выгоду. Не без добрых таких моментов. Но, тем не менее, довольно-таки черственным персонажем. Давайте начинать. Выберем имя. Так. С геймпада, я думаю, мне напечатать не дадут. Поэтому напишем... Так, подожди. А что, крупными буквами опять не пишут? Вот главная проблема игр от Бетезды. Почему-то тут всегда пишется только маленькими буквами. Это меня, честно говоря, раздражает. Ладно, будет просто блэк. Хорошо. Немногие лесные эльфы осмеливаются прийти в Скайрим в одиночку. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Ну ты скотина. Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Валенг. Это меня радует. Капитан, веди меня на верную смерть. Бежать, я так понимаю, смысла особого нет. Ульфрик Буревесник. Здесь в Хелгене. Тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это? Так, секундочку. Так, продолжаем. Как назло, меня отвлекает постоянно. Продолжаем. Ибо вы... Как скажете? Я что, все утро ждать буду? Так, как-то странно отъехал. Мои предки улыбаются, глядя на меня имперцы. А ваши улыбаются вам. Да вы гоните. О, жесть какая. Да шо ж за народ такой. И умер без страха. Дальше лесной эльф. Супер. Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю. Та ватна, ватна. Иди к плахе. Твоя очередь. Вы бы хоть тот труп оттащили. Ну шо ж вы за люди то такие, а? Ох. Дракон. Обалдеть. Ага. Но, судя по всему, он нам помог. Я не знаю хотел ли он этого или не хотел. Валим. Куда валить? Валим, валим, валим. Так как тут бегать. Давай, пусти меня. Не, Орлуй, стой! А поначалу я буду довольно-таки мало разговаривать, потому что по большей части разворачивается завязка важная сюжетно, поэтому не буду их, как говорится, перебивать. Но сейчас нам нужно бежать. Оп, тихо. Тихо, тихо. Видишь трактир на той стороне? Прыгай на крышу и беги. Да вы гоните. Так, ладно, бежим, бежим, куда бежать не знаю, но куда-то надо бежать. Бежим! Явно не сюда. Блин, куда бежать? Как убить эту тварь? А, вон туда, в трактир, да? Все понятно. Я не совсем уверен, что я бегу куда надо. Башу мать. Ой, блин, я потерялся, я понял. Мне надо по-моему подняться. Так, надо перепрыгнуть на трактир, но туда все понял. Бежим? Бежим, жим, жим. Мне дайте оружие, пожалуйста. Оружие, дайте, пожалуйста. Мне нужно найти генерала Дурия. Он организует оборудование. Направим тебя в ноги, Хар. Давай побежали. Пришлитесь к стене. Оп. Тихо. Давай веди, выводи меня отсюда, братень. Что-то тут совсем все плохо. Начало в духе из-за огня до полы. Бежим. Пока что могу сказать, что анимации деревянных. Ну, да ладно. Игры серии с Карим никогда не славились особо своей анимацией. Подожди, мне же в крепость. Хорошо. Блин, было довольно-таки, надо сказать, мощное вступление. Именно в плане того, что я не ожидал, что все это произойдет. Ну, самое главное, что мы, судя по всему, опять заиграем из какого-то бандита в Мороуинзе. Мы начинали на галереи рабом. В облививине мы начинали в темнице. Здесь же нас уже чуть ли не казнили. Такие дела. Названия все такие... Нордические. Никаких сомнений. Прямо как в детских сказках и легендах. Драконы? Предвестники конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Вот давай. Железный боевой топор, кераса, меховые сапоги. Так, значит, выглядит в игре интерфейс. Давайте возьмем все. Так, предметы, оружие, железный боевой топор, одежда. Дает некоторую броню. Хорошо. Топорик тоже такой довольно-таки любопытный. С этой стороны не открыть. Ну, для этого, видимо, я и нужен, да? Давай, солдат! Беремся! Тихо. Открыть ворота! Ну что, девочка, сейчас ты мне за все ответишь. Дохни, пес! Воня тебе в голову! Получи, распишись! Так, как блок, как блок. Все, понял, понял. Шкура! Ах ты, шкура! Скотина! Так, у тебя есть ключ. Имперская броня мне, пожалуй, не нужна. Возьмем меч и кинжал. Вот это, я думаю, будет больше по моему профилю. Эту броню я не считаю нужным брать. Так. Подожди. Как тут, что надевать? Оружие. Интересно, как брать во вторую руку? Все, понял. Отлично. Отлично. Пошли скорее, бежи, пока дракон не обрушил нам башню на голову. Бежим. Все, повторюсь, такое, с очевидной стилизацией подвикингов, нордов. Все имена такие. Но вообще, Скайрим, это и есть провинция. Я не помню, как тот раз называется, нордов. Проклятый дракон! Никак не уймется! Набирай все ценное и бежим! Дракон сжигает все до тла! Мне нужно собрать еще зелень! Смерть империи! Блин, я хотел подкрасться. Получи. Кладовай. Так, а может мне взять два кинжала в руку? Хотя, конечно, урона больше у меча, но... Даже не знаю. Давайте попробуем. Это, я думаю, будет интересно. Так, оружие. В левую руку у нас... Перский кинжал. В правую один меч. Лучше вот так переменяем, просто, чтобы все было более осмысленно. Готово? Тогда пошли. Пошли. Там, конечно, всякие штуки лежали. Допустим, вот это тут у нас что? Слабые зелья лечения, соль, деревянная миска. Что не радует пока, это то, что... Здесь нет хардкорного режима, как в Fallout New Vegas. То есть, не нужно следить за пропитанием. За пропитанием, за здоровьем, за всем прочим. Пыточный дел мастер. Вот эта вот броня, думаю, мне пригодится. А получше, Май. Так. Сейчас нужно найти прикид. Угу. А имперцы, соответственно, стилизованы... Погоди-ка. В этой клетке вроде что-то есть. Да, ты что? Имперцы стилизованы под римлян. Дракона рожденных. Что, одностранец его? Так, хорошо. О, как много. Это мы потом почитаем. Ладно, ребят. Берем. Книжки мы любим. Посмотри, не сможешь ли открыть отмычкой? Золото нам понадобится, когда выберемся. Хват. Смотрите, а здесь взлом сделан точно так же, как в Fallout, похоже, да? Да-да-да-да. Тихо. Отлично. Есть еще навыки. Я в свое время довольно-таки плотно увлекался по ваутам третьим. Но надо сказать, что... Так, что у тебя есть? Золото. Слабое зелье. Все хорошее. Надо сказать, что с тенями здесь все тоже не очень хорошо. Но, по крайней мере, гораздо лучше, чем в версии для Xbox, которую я мельком видел на днях. Там просто все выглядело вообще, но никак. Так, куда подевался наш напарник? Он, похоже, нас бросил. Здесь какой-то лаз, ведущий вообще в каких-то пещерах, похоже. Круто. Пожалуй, надо будет... Тихо. Ага, тут не спрячься. Так, я с обоевать займусь. Блин, к управлению, конечно, надо привыкать. Драки здесь сделаны, в принципе, очень неплохо, но... Непривычно, надо так сказать. Вот так, братик. Я считаю, что нам нужно будет... Тихо. Подождите. Надо взять лук, обязательно. Так, железные стрелы. Имперский лук. Хорошо. Считаю, что лучше пользоваться все-таки одноручным оружием. Хотя... Двуручный, конечно, имеет свое преимущество, но... Тем не менее, с одноручным мне пока что драться понравилось гораздо больше. Так, вот так, пускай будет. Вызбранная. Это, похоже, можно поместить на быстрой кнопке. Хорошо, хорошо. С луком, я думаю, будет забавно. Отлично. Что-то мы вообще в какую-то уже каверну забрались. Природного происхождения, по большей части. Пошли вперед. Остальные пусть ищут другой. Ну, хорошо. Назад пути нет. Там все завалило. И нам, похоже, так сюда пойти. Или сюда пойти. Ну, раз он ведет сюда, давайте пойдем сюда. Сдается мне, что здесь мы уже... Здесь мы уже отнюдь не с солдатами встретимся. Да вы гоните. Нет. Нет. Блин, да не провоцируй их. Ох, твою ж дивизию. Ну, ладно. Возьмем яд. Думаю, в будущем скрафтим из них смазку для оружия. Хорошо. Ну, пока что я голопом по Европам, потому что мне охота быстрее отсюда выбраться и попасть в открытый мир. А там уже будем конкретно разбираться, что к чему, что для чего. Ну, лук мне понравился, конечно. Постой. Там медведица впереди, видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскорзнуть. Идем тихонько, осторожно. И смотри, куда ногу ставь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Я не знаю, хорошая ли идея с ней связываться. По-моему, вот тут у нее голова. Зачем нужна эта скрытность, а? Так, мне хана, мне хана. Хотя нет? Довольно-таки просто. Так, что можно взять у медведя? Медвежьи когти. Вот с шкурами медведя стоит довольно-таки неплохо. И заберем свою стрелу. Отлично. Возможно, теперь мы сможем поживиться чем-то, что она тут оставила. Хотя нет, вроде как ничего и не видать особо. Ладно. Стрелять над скать эльфа умеет очень хорошо. Ох ты. Да неужто. Боже, это выход. Я знал, что мы видим. Не очень гостеприимно выглядит этот выход. Очень прикольно, что фигурки можно вертеть, пока идет загрузка. Есть чем себя развлечь. Это, похоже, у нас какой-то эльф, что ли? Да, это высокий эльф. Но я играю лесным эльфом. Так что ладно. Хотя броню, как у него со временем, надо будет заиметь. Вернее, не броню, а просто костюм. Да ладно. Выглядит знатно. Кошерно. Постой. Ну вот. Кажется, на сей раз он совсем улетел. Никак не выяснить, уцелел ли еще кто-нибудь. Но скоро тут будет не продохнуть от имперцев. Лучше убраться подальше. Моя сестра Гердур держит лесопилку в Ривервуд. Дальше по дороге. Уверен, она тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Хорошо. Ну ладно. С почином нас. Я думаю, на этом мы завершим первую серию. Мы прошли вступление. Теперь перед нами огромный дивный мир Скорима. Который мы будем постепенно изучать. Вся первая серия была, что называется, Галопом по Европам. Мне просто быстрее хотелось выбраться наружу. И теперь уже начинается большое приключение. Надеюсь, вам все нравится. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok